МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Ну, давай начнем с самого простого, наверное. Насколько это вообще законно, юридически, фотографировать мою машину и меня потом наказывать? Ну, у нас законно. Вообще, во многих странах это законно. Поэтому ставят, делают, фотографируют. Вопрос о том, что тебя там внутри фотографируют и твое лицо видно. Вот это уже как бы вопрос. Ну, пока у нас на эту тему не очень-то много кто ругался и подавал в суд, что... В общем, мне тоже кажется, что достаточно такая тематика, в общем, для очень отдельных специальных случаев, буквально там какие-то доли процента. В массе своей действительно, ну, нарушил, все, виноват. А не нарушил, извините, тут номер не читается, это был не я. Ну, камеры, мы все знаем, камеры основные, которые нас наказывают, это скоростные, которые по всему городу расставлены, если говорить о Петербурге. Но появились в последнее время какие-то страшные комплексы, которые фиксируют, что я наехал, там, ну, не на человека, конечно, упаси господи, а там на сплошную вот эту вот, да, стоп-линию она называется, правильно? Все верно. И прочее. Ну, расскажи нам, какие бывают камеры, что они делают? Да, сейчас комплексов очень много стало, и которые уже оснащены, так скажем, разумом, которые могут распознавать непростые сложные нарушения, например, такие, как непропускание пешехода. Я тоже была очень удивлена, когда увидела, и фотография такая есть даже, что вот машина наехала на пешеходный переход, а там шел пешеход, еще не завершил переход. Вот. И за это штраф. Вот. То есть такие сложные случаи, маневры всевозможные. Даже камера работает на то, как машина едет, например, не просто в какой-то определенный момент, а фиксируется ее движение на определенном расстоянии. То есть смотрится, как человек перестраивался. Если многократное перестроение, то это опасное вождение, и за это тоже можно выписать штраф. Так это приняли или не приняли опасное вождение? Опасное вождение, его записали, у нас есть в ПДД такое понятие. Вот. Единственное, что штрафа у нас пока конкретного за опасное вождение нет, но они могут за неправильное перестроение, еще что-то, то есть другие штрафы аналогичные, похожие, применять. Хотя мы, наверное, все понимаем, что такое опасное вождение. Мы видим, к сожалению, такие примеры масса в масса. Ну, не то чтобы очень много, но видим. Я вот живу на Выборгском шоссе, но не на самом шоссе, а в доме рядом. И иногда, ну, там просто дорога сама провоцирует, там, 4 ряда или даже 5. И иногда какой-нибудь, а там направление, ты понимаешь, в районы там, где дорогая земля, собственные участки, соответственно, и иногда какой-нибудь ренч-ровер или какой-нибудь там БМВ, какой-нибудь с большим мотором, вдруг так, вау, там, и как-то вот прямо видно, что человеку, ну, хочется в эту шашечку сыграть. Ну, вот в центре города, не буду врать, не видел давным-давно уже, ни на набережных, нигде. Пробки, плотное движение, тебе просто не разогнаться и так много не поперестраиваться. На Литейном попробуй там поперестраивать. Там все время стоят все. А вы, если с города, да, и, видимо, за городом, наверное, тоже, если это большая какая-то широкая дорога, то почему действительно иногда там не надавить, особенно если там человек молодой и не понимает, чем это может закончиться для него, там, или просто там, ну, играет, как это называется, адреналин, да? Да, ну, не суть важна, но, вот ты говоришь, опасное вождение, оно не сформулировано по признакам своим, непонятно. Нет, там описано, что это многократное перестроение, несоблюдение дистанции, бокового интервала. Вот, боковой интервал, например, вещь не очень понятная. Да, его сложно определить, пока не столкнулись две машины, то есть, если зеркало задел, например, то тут явно несоблюдение бокового интервала, а если ты ехал близко, но при этом ДТП не произошло, ну, тут очень сложно применить опасное вождение. Ну, по крайней мере, можно посмотреть траекторию, если были пересечения сплошных линий, которые не встречку обозначают, а внутри дороги по полосам делят, дорогу по полосам, то вот там можно применить вот это пересечение сплошное, например. То есть, мы для себя сейчас, вот прямо сейчас отметим, что если вы балуетесь вот таким образом, и где-то есть камеры, которые все это дело отснимут, то может прилететь и за это? Ну, за штрафы, которые ты, пока ты делал опасное вождение свое, ты нарушил несколько правил, вот за это может прилететь. Что еще умеет камера? Камера умеет распознавать, пристегнут ли ремень у тебя и у пассажира тоже. Ну, вот хоть убей, я могу понять себя в теплых странах, где все в футболках, и где, ну, где реально это просто виднее, лучше. Да, ты не поверишь, я тоже изучала эту тему и читала, как наши водители пытаются скрыться от этих камер. Ну, в Москве, конечно, их больше, чем у нас, в Санкт-Петербурге, у нас пока так не слышно, то есть, общественного резонанса нет по этому поводу. Там люди пытаются одевать черные куртки, чтобы было не видно, но камеры не глупые. Естественно, их тоже программой прописывают те же люди, поэтому они высветляют, и я видела как раз фотографию человека в черной куртке, она серого цвета. То есть, камера высветляет, и там видно, что ремень не проходит. Вот, и кто-то делает пленки дополнительные. Почему ты показала сейчас с этой стороны? А пассажиры тоже. А ты сейчас показала, как будто ты пассажирка. Да, я тебе и говорю, пассажира тоже штрафуют, поэтому без разницы, что с этой, что с этой стороны. Пассажира тоже штрафуют пассажира и водителя за то, что у него не пристегнутый пассажир. Вот, вот так. То есть, все, с этим больше не балуемся, да? Не, не балуемся. А где эти комплексы стоят? Можно где-то эту базу найти в интернете? Да, конечно, об этом не сообщается в открытую, что вот здесь вот у нас камера, которая контролирует, пристегнута ли у тебя ремень. Но у нас есть сейчас такие приложения, которые тебе сообщают, что здесь стоит камера и на что она как бы действует. Ну, приложения у нас бесплатные в основном, и они не запрещены. Вот за границей ты как раз-таки за это можно, ну, вплоть до вообще даже до лишения свободы на несколько месяцев. За то, что ты используешь антирадары вот эти. Может быть, слышал тоже в Финляндию, когда мы раньше ездили, всегда смотрели, есть ли у тебя такая специальная установочка, да, на стекле клеились антирадары вот это. То есть запрещено было с ним заезжать, у нас они не запрещены, ну, и может быть, даже и правильно, потому что все равно, если человек слышит, что ему это приложение или сам антирадар говорит, что здесь камера настолько-то, то он снижает скорость. То есть все равно это работает. И вот, если едешь по Москве, то это приложение вообще не умолкает. Вот они давно ездили, и там камера на стоп-линии, камера на сплошную линию, камера на светофор, просто бесконечные, просто можно выключить, потому что уже раздражать начинает. Ну, или там, говорит, контроль всех правил. То есть вообще. А сколько всего у нас контролируется правил? Сейчас 50. До 50 нарушений может контролировать камера. Слушай, а вот нарушения, связанные с поворотом, не из той или иной полосы? Да, 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 траектории. Вот траектория просчитывается, также камера смотрит, где была изначальная точка, куда потом машина поехала, траекторию рисует. Прям даже на картинке, когда приходит штраф, там на картинке видно, что я был в этой точке, точку переехал. То есть не из той полосы повернул, то же самое контролирует камеру. А сколько штраф? Ну, там, если, смотри, там два штрафа, 500 или 800 рублей. Смотря как это. То есть два нарушения. Не, ну там просто два разных нарушения, смотря что ты там конкретно помешал, не помешал. Ну там какая-то градация есть, 800 и 500 рублей, я все время сама их путаю, но как бы знаю, что за одно 800, за другое 500, вот за что не помню. То есть если ты повернул и все по тормозам, потому что ты как бы всем помешал. Ну там как-то со знаками связано, по-моему, если знаков не было, ты повернул там 500 рублей нарушения, если у тебя сверху знаки висели, что с этой полосы только прямо, а ты нарушил, то там как раз 800, что-то такое, или наоборот. То есть доличие знаков сверху важно, влияет. Понятно. Слушай, я вот тоже всем хочу сказать, не надо учить штрафы, нужно знать, что делать нельзя. Вот я не знаю, не знаю сколько штраф за это, но я знаю, что так нарушать нельзя. Может сегодня штраф 500 рублей, а завтра 5000. Какая разница, если я это не нарушаю? Ну я ремарку оппонирующую внесу. Вот нельзя нарушать, и мы не нарушаем в той ситуации, когда у нас идеально расписан весь город. Все вот эти полосы, все там эти светофоры и так далее, фазы, длина, вот у нас все соответствует. И ничто друг другу не противоречит, как у нас тоже бывает. А так бывает, что ты вроде бы как, а как иначе? Да, по-другому и никак. И тебя штрафуют, да. Да, надо тоже об этом знать, что там камера на такое-то нарушение, и тебе нужно заранее как-то предупредить этот маневр. То есть, если, например, у тебя там сужение какое-то, ты вынужден будешь перестроиться, лучше заранее перестроиться, чтобы не попасть под это нарушение. А как быть субъективными вещами? Вот машина сломалась, все объезжают. Объезжают, пересекая там сплошную, например, да, выезжая на полосу встречную. Вынужденно, ну никак иначе не объехать. И все вот потихонечку рядочком раз-раз-раз там этот сломанный грузовик объезжают. И получается, камера вот эту всю грядку снимает. Так как камера фиксирует движение, именно что машина объехала кого-то, то здесь нарушения не будет, потому что у грузовика будет скорость 0 на протяжении длительного времени. Это тоже можно будет проверить по камере. Вот, и если грузовик у нас именно сломался, и также будет у него аварийка включена, и возможно даже он выставит знак, мы будем надеяться, аварийной остановке, то это все будет видно на камере. Потому что камера стоит немножко под углом, захватывая три сразу полосы. Это будет видно. Вот, и, соответственно, если все-таки штраф выписали, то это можно оспорить, потому что вот на фотографии будет четко видно. Вот стоит знак, вот машина на аварийке, вот мы все объезжаем, весь поток пошел. Ну, так как машина на аварийке это препятствие, то объезжать можно. Ну, а ситуация с пешеходниками. Вот я поворачиваю направо, пешеходам зеленый, но я вот еду, пешеходы разбегаются, я проехал. Вот это вообще очень интересный момент, потому что одно дело, как ты рассказал, ну, понятно, что у тебя там толпа пешеходов, и ты между ними, и на фотографии там к тебе подходят справа и слева, и твоя машина ровно по середине. То тут естественно. Я сейчас записал кадр из фильма ужаса, когда зомби, да, зомби апокалипсис на тебя находит. Но, если вот другая ситуация, которая спорная, которая будет тоже, вот я думаю, как вот вообще штрафовать или не штрафовать, вот у тебя четыре полосы для движения. Справа ты поворачиваешь с крайнего права в крайний право и ничего не нарушаешь. Справа у тебя пешеход уже прошел до четвертой полосы, но он все еще на пешеходном переходе. Камера это захватывает, что ты повернул, а там пешеход. То есть он уже на четвертой, а я поворачиваю по первой. У тебя свободно, ни одного пешехода нет, твой уже ушел через три полосы. То есть маленький шанс, что он развернется и бегом побежит, еще и успеет до тебя добежать. Три полосы. Ну, вот тут как быть? А такие штрафы приходят. Ну, да. Но по правилам у нас сказано, что пока пешеход находится на проезжей части, ты ехать не можешь. Ну, может быть, оно и пускай так и будет, потому что как только начнется у нас вот эта градация деления, что пешеход как бы был только одной ногой. Да, или в конце проезжей части. Да, да, да. Ну, тут черт, ну, надо терпеть, наверное, как-то. Да, ну, благо, что тоже штраф у нас не сильно большой. Например, все знают, что в Финляндии штрафы такие, что там по размеру зарплаты смотрятся за пешехода и в Эстонии также. Поэтому, если ты там видишь, идешь через дорогу, тебе там за километр уже машина останавливается, чтобы тебя пропустить. То есть все боятся больших штрафов. У нас пока штраф не очень большой, но, может быть, приучат. Опять-таки, говорю, в Санкт-Петербурге у нас пока только... Мы догоняем Москву по количеству камер. Мы же сейчас пока что у нас дополнительно в прошлом месяце 300 штук поставили. А где ты мне потом расскажешь? Хорошо, отдельно тебе скажу по твоему пути, где они есть. Но я говорю, приложение можно скачать, в принципе, им пользоваться пока оно не запрещено. Поэтому, ну, почему нет, смотрите, пользуйтесь, не нарушайте, не будет штрафов, не будете платить. То есть если вы мчитесь по какой-нибудь там проспекту культуры на огромной скорости, а впереди вдруг люди притормаживают, хотя ничто им вроде не мешает, ну, по твоему мнению, да, по твоему мнению, человека, едущего со скоростью там 140-120, да, то вспомни, что причина все-таки может быть. Может висеть камера, и люди просто про это знают, а не притормаживают. Да, все поток притормаживают, так что ты можешь и по набережной посмотреть. Когда ешь по набережной, где у нас надземные пешеходные переходы, там камера установлена, там, по Кушаковской развязке, когда туда едешь, просто весь поток снижает скорость, плавненько едет, потом опять набирает. Ну, да, ясно. Ну и последний, наверное, вопрос, а вот муляжи еще много вешают. Это что за тема такая? Да, и, кстати, вот приложение их вычисляет и говорит, камера на 60, там, муляж. Ага. Ну, если нужно, так скажем, заставить снизить скорость, но при этом денег на установку камеры нет, можно поставить муляж. Ну, для того, чтобы просто, ну, как бы немножко пугать людей, да, люди боятся камеры, снижают скорость, и пешеходы остаются целыми. А тут главный простор для коварства какой, да, все привыкли, что это муляж, и ты поставил камеру в какой-то момент. А в какой-то момент, да, так и бывает, что стоял-стоял муляж, а потом заменили на настоящую, потому что, ну, муляж не работает, например, скорость не снижает, и все равно там жертвы какие-то есть, пешеходы сбивают. Да, ставят потом настоящую, и, конечно, нужно обновлять вас. Слушай, а вот эти камеры в светофорах? Которые на переключение света работают? Нет, говорят, есть камеры прямо встроенные в светофор. По крайней мере, вот мое приложение мне подсказывает, камера в светофоре. Ну, обычно она сверху немножко находится, все-таки она отдельно. То есть это просто так сформулировано? Да, она в светофоре, в смысле, она подключена к светофору, она срабатывает, это как раз на пересечении стоплений чаще всего. Если у тебя уже загорелся желтый или там красный, то у тебя включается камера, и в этот момент снимает, как ты пересекаешь вот эту стоплень, то есть на зеленую она как бы не работает. Пополняя коллекцию вот этих людей, которые должны заплатить теперь, да? Ну да, ну так вот тут, как обычно у нас, понимаешь, не хочешь штраф платить, ну старайся не нарушать. Если ты злостный нарушитель, ну придется раскошелиться. Слушай, ну и совсем последнее, сейчас вот наступит зима, и все-таки как-то вот помедленнее так общая масса едет. Ну, просто чисто из-за погоды, из-за поверхности, да? И, наверное, вот этих нарушений как-то и поменьше. Ну, я имею в виду скоростных. Ну, хорошо бы статистику посмотреть, потому что у нас все равно еще остаются люди, которые такие, что вы все еле тащитесь, я опаздываю, и все равно есть такие люди. Конечно, меньше становится, потому что все-таки адекватных водителей большинство, они понимают, что зимний период – это опасное время, и если ты быстро разогнался, то затормозить так же быстро, как летом, ты не сможешь. Ну, и по избежанию всяких таких дел, конечно, стараются общую скорость снижать. Ну, надо посмотреть статистику, даже интересно. Это интересный вопрос задал нам посмотреть. Зимой нарушений меньше или больше, чем летом, особенно скоростных. Все, на сегодня все. Спасибо большое, Татьяна Ермакова, специалист по ПДД, преподаватель и руководитель собственной автомобильной школы у нас в эфирной студии. До новых встреч, счастливо, до свидания, пока. Моторадио представляет Автоклуб.